Итак, всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шестидко, и вы видите ножик на экране, и вы видите коробочку на дальше там лежащую, и вы видите кучу мобилок и так далее и тому подобное. На самом деле, вот и та мобилка, которая делала обзор и так далее. А это значит, что обзоры продолжаются. Да, я пропадаю из канала, или с их канала, или из канала, не пишу новые обзоры, но, увы, работа. Я надеюсь, что заказчик позволит мне продемонстрировать то, где я сейчас работаю, увидеть эти все бункеры, серверы, серверные площадки, куча кулеров и тому подобное. Это отдельная история, попробую показать. Ну, да, нет времени, увы, то есть разрываюсь между работой, между поездками, командировками и так далее, поэтому обзоров нет. Но я помню, вот, да, помню, видите, 625-й телефон, обзор, я помню, он ждет своего, скажем так, владельца. Видите, я его аккуратненько эксплуатирую и стараюсь не ронять, ничего с ним не делать для того, чтобы его разыграть. И надеюсь, что к Новому году он обретет своего владельца. Вот он, видите, даже в пакетике, чтобы не царапался. Nokia Lumia 920 продолжает со мной ездить, работать и так далее. Ну, а мы посмотрим на обзор. Обзор у нас будет очень простой. Напомню, что сегодня я достану из коробки приехавший к нам в офис Asus Transformer Book, тот, который T100. Что это такое, давайте посмотрим. Ну, понятно, да, Transformer Book, вот он, вот такой вот замечательный девайс, да, это планшет плюс клавиатура. Подход очень простой. Ну, Asus решил заменить модную серию своих нетбуков, которые появились еще, помните, там, e-book'и всякие и тому подобное. А в каком это году? Да, в 2007 или в 2006 даже, где было всего 4 гигабайта памяти и SSD-шка стояла, или, вернее, даже MMC-шка. И еще мы вставили SD-карточку для того, чтобы расширить объем. То есть такой был, работал под экспой. Кстати, надо купить себе в музей. Может, у кого-то есть, продайте за дешево. А вот, ну что, давайте откроем. Посмотрим, напомню, что это первая часть. Обязательно сделаю обзор, как он работает и тому подобное. Да, так вот, это интересное развитие нетбука. Открываем, посмотрим, что... Ух ты, смотрите, тут какая-то штучка. Что у нас в комплекте? В комплекте, как всегда, у Asus хорошо запечатанный, классный, собственно говоря, девайс. Девайс, как вы видите, интеловский на находящемся там Атоме, который... Baytrail, теперь новый процессор Z3740. То есть это последнее поколение. Вот он такой, с IPS-матрицей, 10,1 дюйм и так далее. Но характеристики чуть дальше перечислю. Посмотрим, что у нас здесь есть. Клавиатура. Клавиатура, которая подключается, делает, собственно говоря, из планшета нетбуки или наоборот. Все как положено. Карточки. Шнуек зарядки через microUSB. И, собственно говоря, блок питания. После критики... Так всегда, у меня всегда что-то падает. После моей критики с Nexus'ом, Asus, наверное, решил все-таки делать классные блоки питания. К блоки питания теперь не придерешься. Стильненький, прикольненький и так далее. Ну что, давайте начнем. Давайте начнем распечатку. Документацию мы читать не будем. Хотя, кстати, интересно, что в документации. О, лицензия на офис. Слушайте, офис, оказывается... Do not discard. Activation. Слушайте, прикольно. Идет с офисом, да. Портативный... О, пассивный крестовача. Мы видим, что... Где порт закрепления. Я креплю. Порт USB 3.0. Подключение и так далее. USB Quick Guide. И свобода без проводов. Что это? А, это Asus'овская рекламка, где вы можете подключить девайсы. Ну что, распечатываем девайс. Достаем это. Достаем... Тут мне кто-то писал в комментах, Так что, почему вы не открываете полностью зарядки, они перегреваются? Открываю полностью. Зарядка, кстати, действительно классненькая. Стильненькая, удобненькая, маленькая. Очень похоже на старые Nokia-вские, новые Nokia-вские. Мне не нравится. Сейчас я подключу к системе. И, собственно говоря, давайте откроем, посмотрим. Ага. Вот что мы видим. Как я уже говорил, здесь атомовский процессор. Здесь IPS-овская матрица 10,1 дюйма с разрешением 1366 на 768. У нас здесь USB 3.0, в отличие от предыдущих. То есть, USB 3.0 достижение самого процессора. То есть, кто не помнит мои предыдущие обзоры, посвященные интеловским, атомовским процессорам, который там предыдущей версии 2740, 2745 и так далее. Прикол состоит в том, что это System and Chip. Там распаяно все сразу, в том числе и контроллер портов. И в предыдущих был 2.0, что ругали. Сейчас уже 3.0. Вот мы это и видим. All Day Battery Life. Заявленное время жизни. Сколько оно заявленное время жизни? По-моему, около 11 часов. Нам надо проверять. Итак, аккуратненько открываем. Достаем. Смотрите, какой красивенький. Интересно, питалово есть. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас, собственно говоря, крепление и разъем для подключения к клавиатуре. Здесь у нас кнопка включения, да, или нет? Это не включение, это чего-то другого. Наверное, разворота экрана или еще чего-то. А ну-ка, сейчас мы посмотрим. Ага, это кнопка Windows, да. Вот так вот ее здесь оформили сбоку. Здесь кнопка включения, микрофоны. Здесь у нас слот для microSD карточки. Здесь у нас, я так понимаю, microUSB и microHDMI порты. Видеокамера или веб-камера, да, на 1.3. Тут я так красиво выгляжу. И, собственно говоря, все, да. То есть, как бы, что у нас тут еще? Три же нет, ничего нет. Ага, динамики. Вот они тут, два динамика. Давайте включим. Надеюсь, он заряжен. Нет, не заряжен. Тогда придется делать, как всегда. Подключаем к питалову. И, и, ну, Семен Семенович. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, включился. Включился? Включился. На пять, наверное, секунд надо подождать. Вот мы видим, как стартует, собственно говоря, операционочка. Пока стартует, упс, тут такой бортак у меня в ногах. Пока стартует операционка, мы продолжим дальнейшую историю. Клавиатура. Клавиатура. Как ты открываешься? Это просто вытягивать. Открываешься ты вот так. Клавиатура, она же док, она же все вместе, она же крышка. В чем ее особенность? Ни в чем, да. То есть, как бы, просто клавиатура, стандартная. Основное отличие от других клавиатур, которые поставляются с более дорогими планшетами Asus, состоит в том, что здесь нет дополнительной батареи. Здесь есть всего лишь, грубо говоря, клавиатура плюс USB 3.0 порт. Порт, который выведен, да, microUSB, кстати, переходника на microUSB, наверное, судя по всему, нет. Обидно, печально, ну ладно, да. То есть, у нас есть клавиатура, у нас есть, ага, о, дивится, регион, и у нас есть клавиатура, у нас есть для нее USB порт. Мы сюда вставляем девайс, получаем нетбук, снимаем, получаем, собственно говоря, работу. Вес клавиатуры и вес нетбука одинаковый. То есть, чего вас-то спрашивают, почему? Да потому, что, чтобы оно не переворачивалось. То есть, этот весит 550 грамм, этот весит 550 грамм вместе, они весят килограмм 100, что, в принципе, очень даже неплохо. Дальше. Итак, погнали наших городских... Ну что, русский или украинскую мову? Русский язык, украинская мова. Давайте выберем украинскую мову. Украинская, украинская, Вильнюс, так, треба, 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 далее. Не надо потом мне писать, что мы ничего не понимаем, потому что хотя бы я не планирую, чтобы вы понимали, я всего лишь достаю из коробки, да. Умовы лицензии, погоджуюсь. Так, например, имя ПК. Яке будет у нас имя ПК, будет англійськой мовой Т100Демо. Далее. Забыл выбрать Евразия. Подключаемся к интернету. Нам сейчас не важно. Швидкое настроение. Мы не будем сейчас подключаться к дорогому и любимому Wi-Fi. Где-то, смотрите. И что будет? Вот он, вход без обликового запису. Имя коррестовача будет ДЭМО. Пароль будет ДЭМО1. Пароль еще раз. ДЭМО1. Подсказка для пароля, если кто-то забудет. ДЭМО пробел 1. Не делайте так никогда. Это я сделал быстро для работы. Итак, как вы видите, не прошло и 10 минут. Да, 10 минут, как система уже готова. Работает она очень шустро. Тесты я проведу отдельно. Так начинается. Отрывание критично важных аноним. Тесты я проведу отдельно. Надо было Wi-Fi не включать. Для работы. Ну что ж, пока он отрывает, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в сборном состоянии. Итак, берем, да, то есть как бы девайсину и, собственно говоря, чик. И получаем рабочее место. Кому не нравится такое рабочее место, да, берем чик и получаем закрытый нетбук. Вот он такой с USB 3.0 портом. 1,1 килограмма с другой стороны в другом зале. У меня там какая-то конференция или еще чего-то. Люди веселятся, шумят. Поэтому, если вы слышите чей-то хохот, не обращайте внимания. Это на фоне. И еще раз открываем. Надеюсь, шлип не ушел. Нет. Отрывание критично важных аноним. Да. Это я психанул. Ну вот он, вы меня видите. Когда нам надоедает работать, мы просто-напросто отключаем. Для того, чтобы сравнить девайс, мы можем его сравнить по размерам. Напомню, что это 10.3. 10.1 матрица. Здесь мы видим дополнительный девайс. Вот такой вот он. Вот он в сравнении с Nokia Lumia 625, который имеет экран 4,7 дюйма. Как видите, весь телефон занимает определенный экран. А что касается характеристик, да, то есть по толщине, по размеру. Да, то есть тут самое главное увидеть, ну, размер этого. То есть толщины это примерно 1 сантиметр. Девайс действительно очень легкий. Рамки экрана и всего остального позволяют нам успешно и эффектно держать. Вот, привет всем. О, все. Или я выключил случайно? Нет, все. Рамки позволяют успешно и классно держать. Система перезапускается. Ну, как раз вот вы видите все, как оно стартует и работает. Почему я это делаю? Потому... О, видите, перевернулся. Перевернулся назад. Я сказал, перевернулся. Почему я это делаю? Чтобы вы получили определенное представление. Итак, напомню, да. Мы имеем дело с Asus T100. Это его такой замена, благодаря Windows 8, Windows 8.1, нетбука на планшет плюс клавиатура. То есть такой вот трансформер. Он так и называется, трансформер-бук. Здесь у нас находится Intel Atom Z3740 с частотой 1.33 ГГц. Это System on Chip. Напомню, что это не просто System on Chip, да. То есть как бы это еще и 4 ядра. Это Bay Trail, то есть высокопроизводительная новая серия Intel-овских атомовских процессоров. Помощнее, чем предыдущие. У нас здесь 2 ГБ памяти, которая позволяет вам работать. И здесь либо 32, либо 64. Кстати, надо было посмотреть, что у нас там стоит. Вот он. Либо 32, либо 64 ГБ носителя. Тут 64 ГБ eMMC. То есть не путать с SSD. eMMC это просто eMMC напаянная просто. eMMC памяти напаянная просто на микросхему. Поэтому работает. И я забыл сказать, там еще 31 Вт часов батарея для работы. Которая поддерживает 10, почти 11 часов работы. Так заявляет Asus. Клавиатура. Клавиатура у нас отдельно. Здесь есть USB 3.0 порт, обеспечивающийся процессором. Который раньше только был USB 2.0. В самой клавиатуре нет дополнительной батарейки. Поэтому работаете только столько времени, сколько потянет сам планшет. Но 10 часов это очень даже неплохо. Сейчас многие задают вопросы, что брать RT или Windows просто. X32. Но в данном случае это дело выбора каждого. Но в данном случае хорошо, что здесь идет офис. Офис Student и Home. Которые позволяют вам работать в комплекте. И ключ активации прилагается. Вот, как вы тут видите, документик. Я так закрою. Вот, да. То есть видно, да. Вот он. Офис. Карточка. Лицензия. Все есть. Можете подбирать. Это очень и очень хорошо. Но в большинстве своих, например, я собираюсь себе купить 2520. Nokia Lumia. Планшет. Я выбираю все-таки RT. Потому что, как показывает опыт эксплуатации предыдущего RT от Asus. Который. Это очень и очень интересное, да. То есть, скажем так, решение. Благодаря, опять же, наличию офиса. Благодаря тому, что он живет намного дольше. Например, заявленное время жизни майкрософтовского Surface второго на RT. Это почти 15 часов. То есть, очень даже хорошо. Nokia Lumia почти 14 часов. И это без встроенной батареи. А с внешней батареей, которая в клавиатуре. Это уже почти 17 часов. То есть, мне это намного больше нравится. Особенно, если я в командировке куда-то еду, куда-то лечу. И нет возможности заряжать девайсом. Ну что ж, мы дождемся. Мы пиклуемся про килька речей. И ждем, да. Ну, скажем так. Для кого девайс? Как мне сказали. То есть, при цене, если он будет стоить в Украине так же, как заявлена цена. 350 за 32 гигабайта, 400 за 64 гигабайта носителя. То это будет очень и очень неплохой вариант. Очень и очень неплохая цена. Поэтому, если он будет так стоить, то это будет классно. Хочу сейчас проверить, сколько же он в реальности стоит в Украине. А, о, загрузился уже. Asus T100. Asus T100. Цена в Украине примерно 4000 гривен. Что собирает, составляет примерно 500 баксов. 450 баксов. Надеюсь, с клавиатурой. Ну, другого нет, да. Это с 64 гигабайтным вещью. Ну, как всегда, 50 баксов сверху в Украине на это самое. Накрутили. Поэтому, вот такая вот вещь. Да, ну, а мы хотим сейчас увидеть, что нам главное. Мы хотим увидеть рабочий стол. О, рабочий стол Asus. Что у нас там с Wi-Fi? Wi-Fi Евразия. Кто будет в Украине? Не подключитеся. Кто будет в Украине в офисе Microsoft? Офисе Microsoft именно в Евразии. Это от бизнес-центра открытый Wi-Fi. Не от Microsoft. Не путать. Ну, что. Пока суд до дела. Нам самое важное увидеть что? Нам самое важное увидеть... Работоспособность системы. Мы выбираем компьютер. И говорим о том, что мы хотим увидеть властивости системы. Довольно шустренько. Мы видим, что система у нас 8. Windows 8. Итак, процессор Intel Atom Z3740. Давайте увидим его в живьем. Панелью задач. Диспетчер завдань. Докладнейшее. Так, я разговариваю українською мовою. Продуктивность. Так, продуктивность. И что мы тут бачим? Мы тут бачим, что в нас есть показатель час ядра. И еще нужно показать нам логичные процессоры. Мы видим те самые 4 процессора. Текущая производительность 0,6 ГГц. То есть, что очень и очень неплохо для экономии заряда. Хочу, кстати, сказать, что 1.33 это штатная в режиме Turbo Boost, когда система разгоняется. Она разгоняется до 1.8, но на одном ядре. Ну вот мы видим, что задачи прошли. Все хорошо. И что нам нужно? Отримать больше новой версии Windows. То есть, мы сейчас уже можем посмотреть. И где наша оценка? Где наша оценка? Чего это у нас нема? Тендема и так далее. А посчитать? Asus предлагает 1 терабайт фристориджа, я так понимаю, на 36 месяцев или как обычно. То есть, ну тоже 1 терабайт это очень неплохо. Вот он, Web Storage. Можно посмотреть. Sign in. Create. Не написано сколько, да? И на сколько месяцев. Ладно. Это на их совести оставим. Где же оценить производительность? Web Storage. Загрузить потом. Ну а новая версия Windows. Вот мы можем перейти к установке. Инсталлеванно 8.1. Скосуватый. А почему пишется 8? Ага, 8.1. Да, смотрите, уже 8.1. Соответственно, мы можем продолжить работать. Оценить производительность системы. Net. Обыдно, понимаешь? Ну что ж, давайте посмотрим, что нам предлагает PUSC. Все тоже. Набор приложений от Asus. Майкрософтовский офис. Web Storage. Бесплатный OneNote. Очень полезное приложение, особенно на планшете. Список переглядей, новинные. И так далее. Люди, десктоп. Ну, вот и все, да? То есть, еще раз повторюсь. Ага, где кнопка Windows? Хотел нажать на кнопку Windows. Не нажал. То есть, у нас здесь кнопка Windows. Это было звук. Кнопка Windows сбоку. Еще раз повторюсь, что Asus Transformer Book T100. Вот он такой замечательный. В комплекте входит все, что вам надо. Это и клавиатура, и, собственно говоря, сам планшет, позволяющий вам эффективно работать с достаточно мощным современным процессором, с достаточно большой 10 часов времени в жизни. Увы, нет 3G, а только Wi-Fi, что снижает его мобильность. Но, с другой стороны, полноценная клавиатура делает из него привычный нам летбук при весе в кило 100. Это очень даже неплохо, да? Ну что ж, дальше я протестирую его в работе. Что там есть, как там есть. Вот в этом случае я уже снесу украинскую мову и поставлю российскую мову. Напомню, что обзор также 625-го готовится и розыгрыш с ним будет. Тот, что переживает за свой телефончик, хочу сразу сказать, что он будет у нас, ну, используется у меня в чехольчике. Я его потом расскажу, как я его вам передам. Спасибо за обзоры, за то, что вы посмотрели. Не забывайте лайкать, не забывайте подписываться. Смотрите дальше обзор уже, собственно говоря, возможностей Т-100. Еще у меня будет Lenovo Mi X. Кто из них победит, посмотрим, да? Увидимся, счастливо, всего хорошего. С вами был я, Игорь Шастидко. Счастливо.